Ни роскошь и даже ни средство передвижения. В 21 веке возник своеобразный культ автомобиля. Машины – это повод для знакомства и дружбы, общий интерес. Автолюбители делятся по клубам в зависимости от своих автомобильных предпочтений. Как правило, сообщества не пересекаются, но на этот раз все иначе. Много машин, хороших и разных. Впервые в Иванове на одной площадке собрались представители всех автомобильных сообществ. Более 200 тачек, каждая из которых уникальна по-своему. Аэродром Есюниха едва сумел вместить такое количество транспорта. Десятки различных марок, разные поколения автомобилей. От тех, что недавно сошли с конвейера до динозавров автопрома. У нас приехали машины с Москвы, с Ярославля, с Нижнего Новгорода, с Мурманской, с Саранской, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень много участников. Различные автоклубы, то есть и КТА, и Смотра, и Субару. Ну, я буду долго всех перечислять и очень рады всех приветствовать. В бой идут одни старики. У площадки Ивановского клуба авторетро всегда многолюдно. Когда в глазах рябит от блестящих иномарок, детище советского автопрома привлекают внимание. Евгений Андреев эту «Волгу» купил у ее первого хозяина. Говорит, это была любовь с первого взгляда. В молодости, когда-то была у меня, отец мне купил, когда мне было 16 лет, разбитую полностью машину. Я ее делал три года. И вот, когда права получил уже, у меня была «Волга». И ностальгия наступила. Занимался иномарками всю жизнь, а это для души. Чтобы машина так хорошо выглядела в свои 50, владельцу пришлось поменять в ней практически все. А это не так просто, учитывая, что оригинальные газовские запчасти найти проблема. Зато крошка на ходу и до сих пор может дать фору любому автоиностранцу. Своим увлечением реставратор заразил и сына. У Александра «Волга» помладше, 95-го года. Но главное в ней – ее история. Медицинское управление какого-то там гаража при президенте России, что-то там первых собственных был. Ну что, пригнал, восстановил. Было, конечно, совсем плачевно. Таких машин в регионе всего три. И только одна на ходу. Для владельца его «Ласточка» – это игрушка-конструктор. Возиться с ней для Александра все равно, что по деталям собирать свою мечту. То самое чувство, когда твоя машина старше тебя в два раза. Светлана – студентка одного из Ивановских вузов. Гордая обладательница автомобиля «Москвич-2140». В этом году ему исполнилось 40 лет. Машина в обращении не самая простая, но девушка не жалуется. Своего пенсионера любит и ласково называет цыпленком. Машина вообще устраивает. Очень яркая. Все обращают внимание. Но, конечно, он уже старенький. Он любит покапризничать немножко. Иногда что-то в каких-то местах подводит, конечно. Но я уже привыкла. Могу справиться. Где-то подтолкнуть его. С горочки завести. Со своего цыпленка Света в буквальном смысле пылинки сдувает. Потому автомобиль до сих пор в отличном состоянии. Но не все машины созданы для того, чтобы их холили и лелеяли. Взять хотя бы этого монстра на колесах. Авто, как из постапокалиптического фэнтези. Таких машин в Иванове единицы. Это направление называется Red Road. Дорожная крыса. Она специально должна быть ржавой. Должна показывать, что она Red Road. Дорожная крыса. Что это со свалки автомобиля. Своими руками я сделал. То есть, что-то дотачил сам. Не как конструктор собрал. А своими доделал руками. Для каждого автолюбителя его автомобиль уникален. Особенно, если вкладывать в него душу. Машина может быть и увлечением, и гордостью. И даже лучшим другом. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.